Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о диком лимоне Трифолиати. Вот такие у него веточки, вот такие вот колючки у него. Выращиваем дикий лимон в таких же горшках. Итак, здесь у меня прививка не получилась, поэтому когда было срезано, отсюда выросли вот три веточки такие вот. И теперь я буду прививать на каждую привью. Можно один лимон, один мандарин, один апельсин привить. Или перепривить все три одним каким-то сортом желаемым. Дикий лимон. Трифолиата. У него листья. Три листочка таких вот. Плоды. Ой, плоды даже, я бы не сказал бы, что это плоды. Они мелкие, во-первых. И они очень кислые. И запах от них идет. Веточки потом, когда я после прививки, они прирастут. Можно вот так вот сделать, разгибать их, формировать их растения. Сейчас они мне компактно, чтобы они росли. На привитых уже растениях, привитые растения, это кинкам привитые на Трифолиате. Вот они будут вырастать. Я специально оставил их большие. Вот они такие, молодые. Я вот так вот пальцем беру и удаляю. Не давая им расти. Потому что они когда вырастают, они тормозят растения. Маленькими их, небольшими их просто удалять. Вот это уже после прививки на второй год сформированный такой, это что у нас? Это лимон. Вот уже он цветет. Так что Трифолиата, если растет, это очень хорошо. То есть корни чувствуют себя хорошо. И в дальнейшем растениям будут хорошо расти и плодоносить. Спасибо.